Всем привет, меня зовут Руслан Хубиев, отличной выпуск. Вы не знаете, это новая рубрика. А, не, не камера, я стараюсь. Это, короче, новая рубрика, а меня очень часто спрашивают, меня очень часто спрашивают, Руслан, а что такое хард, что такое ТПБ, что такое сингл? Я устал писать, поэтому я снимаю видео. Логично. Это будет серия роликов, в которых я постараюсь рассказать об основных, может быть, даже более узких терминах коллекционера комиксов, терминов людей, которые читают комиксы и так далее, чтобы у вас не возникало вопроса, когда вы заходите в паблик, где прошаренные 250 человек, и они такие, а ты читал новый ваншот чего-то там, или как тебе таин того-то там, и вы понимали, о чем они. И большинство терминов вы знаете замечательно, однако есть некоторые термины, о которых вы, возможно, не знали, или же использовали их неправильно. Этот выпуск будет первым, возможно, последним, может быть, это будет первым из множества выпусков. Выпуск, в котором я расскажу про основные термины, на этот раз коллекционирование, тема, которая ближе мне. А дальше, если вы захотите, вы напишите об этом в комментариях внизу, не мне в личку, не в комментариях ВКонтакте, а именно внизу под видео на YouTube, которое вы сейчас смотрите, скорее всего, через ВКонтакте, но не суть. Вы напишите, стоит и не стоит, может быть, вы даже выкаете список терминов, которые вас интересуют, и вы все задумали, что же это значит. Начнем с основы, самого простого, и, наверное, неожиданного для вас. Это стрип. Стрип — это короткая история, которая изложена на ряде изображений. Три панели, четыре панели, Желтый Мальчик, Кельвины Хоббс, Пинац, Гарфилд, что там у нас еще было? Человек-паук. Да, вы этого не знали, но действительно, в газетах, в американских газетах, выходили стрипы про Человека-паука. У меня в коллекции даже есть сборник, в твердом приплете, Харт, газетных стрипов про Человека-паука, где каждую неделю выходила часть истории, а иногда и целая история. Такие стрипы в таком формате читать очень забавно, потому что первая и последняя панель зачастую повторяет друг другу или напоминает о том, что происходило ранее, несмотря на то, что там всего 4, 3, 5 панелей. Далее. Сингл. Сингл — это комикс такого формата, который сразу же всплывает в голове у любого обывателя или человека, читающего комикса недавно, или же не читающего совсем. Это журнал, американский сингл, условно 26 на 17 сантиметров. Количество страниц обычно варьируется. Это может быть 17 страниц, может быть 20, или же 24. В основном это 20 страниц. То есть, сингл ищу, сингл и так далее. Это вот такой вот журнал, обычный комикс. Да, очевидные вещи, я понимаю, но, может быть, некоторых это вводило в ступор, и для некоторых эта информация показалась немножко полезной. Далее. Трейд пейпербэк. ТПБ. Вы очень часто слышали, если вы смотрите камеры сел, вы часто слышали слово ТПБ, ТПБ-ха, ТПБшка, ТПБшки и так далее. ТПБ — это сборник в мягком переплёте, который содержит от 3 до 9, 8, 7 выпусков. Это если мы говорим про обычный ТПБ. Обычно 4-6 выпусков — это стандарт, будь то ТПБхи DC, будь то ТПБхи Марвел. 4 — это Марвел Now. Опять же, варьируется. Высота, ширина — 17 на 26. Также. Зачем я вообще говорю про высоту и ширину? Потому что многие форматы различаются именно по высоте и ширине. Большинство хардов и ТПБх, если мы говорим про большую двойку, то есть Марвел и DC, они стандартного формата. А стандартный формат — это 17 на 26. Количество страниц в мягких переплётах, опять же, зависит от количества номеров внутри. Чем ТПБ лучше синглов? Тем, что у них есть корешок, то есть вы сможете поставить его на полку, плюс в конце вы сможете найти дополнительные материалы. Не так много, как в комиксах более широкого формата, но они там имеются. И для многих это отличный повод купить комикс. Далее. Любимость моя. То, что обожаю я больше, чем мать родную. Ну, не так сильно, но всё же. Это харды. Что же такое хард? Хард — это сборник в твёрдом переплёте. Такого же формата, как и ТПБ. То есть 17 на 26. Зачастую отличия только в переплёте. Твёрдый или мягкий. Зачастую даже корешок у них одинаковый. Одно из отличительных черт, и я сейчас говорю про большую двойку, это суперобложка. Суперобложка. Суперобложка — это обложка, которая покрывает переплёт, основную обложку книги. Так вот, почему же я всё-таки люблю харды? Потому что ТПБ у меня стираются и рвутся, как суки. И последние два термина, которыми меня мучают в личных сообщениях и в комментариях. Первое. Омнибус. Омнибус, Омнибус, Омнибас. Очень много вариантов, правильного уже не сыскать. Я говорю Омнибус, и мне норм. Формат Омнибусов Marvel и DC совпадает. Это 19 на 28 сантиметров. Толщина, опять же, варьируется. Так что же скрывается под этим таинственным Омнибус? Самый простой, но не особо частый вариант. Омнибус — это сборник, в котором содержится весь комикс, весь том, как тот же Хоукай. То есть это сборник, в котором от начала до конца весь том про какого-то персонажа. В данном случае это Соколиный глаз. Далее, второй, но наиболее частый вариант — это Ран. Что такое Ран, я расскажу, наверное, в следующем, в одном из следующих выпусков. Вкратце, Ран — это серия комиксов, в которых пишет один и тот же автор на одной и той же серии. Вот перед вами Мстители. Это Мстители Бьюсака. Он написал Мстители ровно на два Омнибуса. Это часть 1, а это часть 2. То есть Омники — это книги, в которых вы сможете найти комиксы от одного автора. Но, опять же, это не единственное, далеко не единственное значение слова «Омнибус». Есть исключение. Одним из исключений является Анслот. Анслот — это Омнибус, который содержит все события, или чайшие события 90-х вселенной Марвел, а именно Анслот, или же Натиск. Писала кучу людей, рисовала кучу людей. То же самое с Эрой Апокалипсиса, которой у меня нет, чтобы вам продемонстрировать. Однако, факт есть факт, это считается Омником. Однако, если вы посмотрите сюда, в этот Аттрекшн, ширина, казалось бы, позволяет сделать это Омником, однако плашки здесь нет. Это обычные события иксов. То есть, как вы могли заметить, комиксу не обязательно быть толстым, чтобы быть Омником. Главное попадать под один из критериев. Это либо Ран, либо вся серия, либо какое-то событие. Нет-нет, к сожалению, таких вещей, как Avengers Crossing, Atlantis Attacks и так далее. Это события мира Мстителей, вселенной Мстителей, которые отлично подошли под описание, как раз-таки, событийные Омники. И последнее на сегодня, наверное, самый частый вопрос, который вы никогда-либо задавали, это что такое Абсолют. Абсолют это особенное издание DC с форматом 33 на 22 сантиметра. Идет, видите, со слепкейсом, то есть картонным боксом, чехлом, который защищает саму книгу. Можно сказать, что название Абсолют принадлежит DC, и Marvel таких же Абсолютов сделать не может. Оно может сделать слепкейс издания, и такие существуют. В основном по Кингу, это Стэн, это Ганслингер, это Дарк Тауэр, это слепкейсовое издание, в котором находятся два Омника. Однако, именно Абсолютов у Марвела нет. То есть Абсолют это большие размеры, это слепкейс. Тема такая же примерно, как и с Омниками. Это либо Чей-то Ран, будь то Зеленая Стрела, Зеленый Фонарь, у Нила Адамса, будь то События, Блэк Аст Найт, Джефф Джонса, будь то часть какой-то большой серии, это обычно практикует Вертига, это у нас Абсолют Трасс Метрополитен. Или же весь комикс целиком, как в Абсолюте Хранителей. Существует очень много слепкейсовых изданий от совершенно различных издательств, однако Абсолютами называться могут лишь издания DC. Думаю, на этом всё. Если у вас есть какие-то вопросы или же термины, которые вы бы очень хотели бы узнать, пишите в комментариях. Я не знаю, будет ли эта рубрика популярной, я не знаю, будет ли много выпусков в ней, однако, чем меньше вопросов у вас, тем проще вам будет ориентироваться в комиксах в дальнейшем. Ставьте лайки, подписывайтесь, репостите, если это видео показалось вам полезным, и всех благ!